Сначала деньги, потом услуги. С этого года радикальные перемены ждут абонентов сотовой связи в Казахстане. Поправки в правила оказания подобных услуг уже вступили в силу и должны обезопасить абонентов от непредвиденных трат. Подробнее Ирина Вобещевич. В Министерстве информации и коммуникации Республики Казахстан изучили наиболее часто встречающиеся недовольства от пользователей сотовой связью и решили с нового года внедрить новые правила оказания услуг. Об этом сообщил Даурен Абаев, министр информации и коммуникации Республики Казахстан. Так, по его словам, решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения команды или отправки СМС. Теперь, как он уточнил, ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг. А это гороскопы, СМС-рассылка, рассылка рекламы и многое другое. Было много случаев, когда случайный ввод команды какой-либо мог списать с баланса телефона некую сумму, причем иногда не разово, а как подписку, как абонплата, допустим, та же мелодия вместо гудков. Николай говорит, что в большей мере новшество может помочь тем, кто не сильно разбирается в гаджетах и может случайно стать пользователем услуг. К примеру, такие случаи были с его родителями. Иногда даже приходилось ехать в абонентский отдел для того, чтобы от этой услуги отписаться. Но сейчас, конечно, это намного будет проще и им, и, наверное, нашим операторам будет намного проще не рассматривать эти заявки случайные, которых очень много было. Еще одной проблемой для абонентов становился баланс со знаком минус. То есть сотовый оператор позволял общение, даже если на счете нет денег. Только позже абонент узнавал, что задолжал крупную сумму. Наиболее часто с этим сталкивались туристы при подключении роуминга. Были случаи, когда по возвращении домой узнавали, что задолжали за услуги шестизначные суммы. Неприятные неожиданности, потому что они проговаривали те деньги, которые они пополнили на счет. Разговаривали с родственниками, рассказывали, как там хорошо и замечательно. Приезжали в Караганду, оказалось, что у них минусовый баланс. Это просто замечательно. Теперь все туристы, я их также предупреждаю, они разговаривают в пределах той суммы, которую они пополнили здесь на месте. И нету никаких конфликтных ситуаций. Кроме того, отныне устраняется практика принудительной установки сигнала соединения при дозвоне на перенесенные номера. В 2016 году была введена эта услуга, и данный способ уведомления никак не был регламентирован. Соответственно, операторы, по своему усмотрению, чтобы исключить отток абонентов из своей сети, в другую сеть начали устанавливать уведомительные сигналы о звонке на перенесенный номер. Теперь эта функция, как и многие другие, станет возможной только по заявлению абонента. Заявления нет, значит и нет услуги. А если она все же оказывается, то можно не платить. Все новшества позволят сократить число жалоб на сотовых операторов и уберегут пользователей от ненужных трат. Не знаю, поживем, увидим. Мы же, видите, нам сказали, мы же адаптируемся к этой жизни. Я сам контролирую свой телефон. А так, чтобы в минус заходить куда-нибудь, нет, не было. Это да, пожилых касается. В моей сутки такого нет. Чисто все. Потому что дети помогают, все убирают. Меньше жалобы будет. Давно было, надо было внести вот это все. Я вообще противник сотовой связи и этих операторов. Потому что они насаждают только свои виды услуг. То есть им выгоден интернет. Мне телефон нужен для связи. А они меня заставляют брать интернет. Он мне не нужен. Поэтому они, как монополисты, они что хотят, то и творят. Я бы их за это наказывал, и все. Я считаю, что для подростков это, конечно, у нас запрет. Но на всех же не сделаешь запрет, там, конкретно на кого-то. Я считаю, если человеку какую-то услугу надо, в принципе, подключить. Ну, если надо заявление писать, пускай пишут. Мне, например, все равно. Я не пользуюсь никакими услугами. Кроме как только общение и интернет. Ирина Вобещевич, Арман Бектубаев, Наталья Заяц, Пятый канал.